Добрый день, коллеги! Меня зовут Дьяков Вадим и вместе с моим научным руководителем Александром Сергеевичем Горячевым мы хотели бы вам представить работу на тему половая изменчивость таранных костей у лиц зрелого и пожилого возрастов. Актуальность. В медицине половая изменчивость может быть причиной отличий в патологиях и заболеваниях между мужчинами и женщинами, а также влиять на эффективность лечения и реабилитации. Если кратко про таранную кость, у нее выделяют переднюю часть, головку и шейку, среднюю часть, блок, у которого есть медиальная поверхность и латеральная поверхность для сочленения с лодыжками. Медиальная поверхность для сочленения с лодыжкой большой берцовой кости и латеральная поверхность для сочленения с лодыжкой малой берцовой кости. То есть, эти поверхности участвуют в образовании голеностопного сустава. И также выделяю заднюю часть с более выступающим латеральным отростком и медиальным отростком. Между которыми проходит борозда длинного сгибателя большого пальца стопы. Таким образом, таранная кость сочленяется с пяточной костью, вместе с которой они образуют максимальный ряд костей предплюсно, с ладьевидной костью, а также с лодыжками большой и малой берцовых костей. Участвуют в образовании голеностопного сустава. И при ходьбе мы можем сказать, что через таранную кость у нас вес передается на всю остальную часть стопы. Целью исследования является сравнение таранных костей мужчин и женщин зрелого и пожилого возрастов. Материал исследования Были изучены 53 мацевированных таранных костей, 37 мужских и 16 женских зрелого и пожилого возрастов, взятых из коллекции Музея кафедры анатомии человека Саратовского государственного медицинского университета. Методы исследования Проводился метод прямой остеометрии. В качестве инструмента использовался электронный штангенциркуль. Метод взят из остеометрии Валерия Павловича Алексеева. Статистический подсчет данных проводился на программе статистика 8.0. Теперь перейдем к величинам. Длина таранной кости Это у нас расстояние от наиболее выступающей точки на передней поверхности до борозды длинного сгибателя большого пальца стопы. Как можем заметить, здесь оно преобладает у мужчин. Средняя разница практически 3 мм. Наибольшая длина таранной кости Здесь уже также измерение происходит с одной стороны от наиболее выступающей точки передней поверхности таранной кости, но уже до латерального бугорка, который как раз является наиболее задней точкой на таранной кости. Тоже заметно у мужчин больше. Ширина таранной кости Задняя ширина таранной кости Высота таранной кости Высота таранной кости по внутренней суставной поверхности Высота таранной кости до середины задней суставной поверхности измеряется, когда таранная кость опрокинута на блок. Это отличительная особенность этой величины. Длина блока таранной кости. Ширина блока таранной кости. Задняя ширина блока таранной кости. Передняя ширина блока таранной кости. Высота блока таранной кости. Общая ширина внешней суставной поверхности тела кости. Длина шейки и головки таранной кости. Если у нас все остальные величины были с большой разницей, намного были больше у мужчин или немного были больше у мужчин, то здесь мы по средней разнице можем сказать, что примерно одинаково. Разница вот 13 сотых миллиметра, она действительно незначительная. То есть практически одинаково. Длина головки таранной кости. Ширина головки таранной кости. Длина задней суставной поверхности таранной кости. Наибольшая ширина задней суставной поверхности таранной кости. Средняя ширина задней суставной поверхности таранной кости. Перейдем к результатам исследования. Статистические данные показали, что в мужских таранных костях преобладает длина таранной кости, длина блока таранной кости, ширина таранной кости, ширина головки таранной кости и ширина задней суставной поверхности. Единственное же величиной, которое приблизительно одинаковое у нас у мужчин и у женщин, это длина головки и шейки таранной кости. Выводы, какие мы можем сделать Выявленная половая изменчивость размеров заключается в том, что таранные кости мужчин шире, длиннее и выше по сравнению с женскими Спасибо за внимание